Вы опять что-то сожгли? Я нормально. У вас альцгеймер, скажите, или вы алкоголик? Я? Да. Я так? Нет, я хочу спросить. У вас альцгеймер или вы алкоголик? Что у вас? Кто? Почему вы еще раз устраиваете пожар? Я сейчас пойду в Фукучевском. Мясо подарила. То есть вы алкоголик? Я поняла. Мясо подарила. Ага. Я сейчас схожу в полицию и напишу на вас заявление. Вы понятно? Какой? Прямо сейчас. Вот. Я фиксирую. Вы видите, дым какой валит. Все. Я сейчас иду к Участкову. Вот так, друзья, в очередной раз, как я еду в Питер, у нас опять происходит та же самая фигня. Опять этот мужик жарит мясо вечером. Теперь уже вечером. Это было в районе восьми часов вечера. Мы возвращались домой и мы прямо у подъезда почувствовали запах Гарри. Причем у него окна выходят на другую сторону от подъезда. Вы представляете? То есть около подъезда при закрытых дверях уже был запах Гарри. Ну и конечно мы поднимаемся и я понимаю, что из его квартиры опять вот этот вот запах. Я звоню, он открывает дверь и у него из квартиры просто валит дым. Это спустя десять дней после предыдущего раза. Десять дней всего лишь прошло. Я не думала, что это будет так быстро. Вот. И я конечно думаю, что у него какая-то, ну что-то у него психическая какая-то фигня, какая-то может быть, я говорю, может деменция, может что-то еще. То есть я думаю, что он даже не соображает, что у него в квартире дым, потому что ну любой адекватный человек, находясь в квартире просто полный дыма, то есть ну вот как это не почувствовать? Вот мы все сжигали что-то, какую-то еду, да? Все. Ну вы понимаете, я сомневаюсь, что у вас доходило до такого, у меня лично до такого не доходило, чтобы из квартиры просто дым валил. Вот просто вся квартира была в дыму. В общем, я сходила в полицию, и я вначале сама думала писать, а потом думала, во-почему я должна писать заявление? Я принесла мужа, говорю, пусть он пишет, это его квартира вообще. Во-почему я должна писать? Понимаете? Между нами там вообще соседи еще, им вообще пофигу. Они как раз накануне, там у них были очередные их игрища сексуально-попоечные. Баба там в очередной раз орала, на площадке что-то орала. Вот. И где-то, наверное, в 4-5 утра звонок. То есть звонок к нам. Хотя они знают, что, я не знаю вообще, как. Она, видимо, на улице была, то ли он ее выгнал из дома. Муж там. Звонок к нам. И она, видимо, муж взял домофон. Она, видимо, откройте я из этой квартиры, типа, ну вот, которая над нами. То есть, которые пьют. А не которые там вот мужик-то, которые устраивают эти возгорания. И муж говорит, я хотела нажать открыть. А у меня, говорит, палец соскочил и, типа, домофон отключился. Вот. Она, наверное, подумала, что, типа, ну совсем. Ну а почему она к нам звонит? Она прекрасно знает, что я как отношусь. Что им тоже уже два раза вызывала полицию. Из-за этих пьяных оров и всего остального. Ну, в общем, короче, трэш какой-то. И вот это каждый раз перед моей поездкой. Ну вот. Я сейчас одна иду, да. В прошлый раз мы вдвоем ехали. Я тут еще хотя бы немножко выспалась. Но для меня это каждый раз напряжение. Вот меня сейчас муж отвозил. Нам до вокзала туда-обратно, ну, минут 15. И я вот, ну, выезжаем, и я думаю, вот как, вот как оставить? Ребенок спит, да? Я уже думаю, может, сама идти на пешком. Я с самокатом, с этим механическим. Вот. Тут мне уже страшно. Мне уже страшно, что не то, что пожар. Ладно, пожар, действительно. Мы в этот раз закрыли окна. У нас очиститель работал. И у нас дыма почти не было. Но я теперь боюсь, что он, может, этот мужик, если у него с психикой что-то не в порядке, он может газ оставить просто. Понимаете? Мы взлетим на воздух. Понимаете? Вот я в этот момент, кстати, я вот так подумала, думаю, вот я вот вам рассказываю на своем канале о какой-то на самом деле фигне. Я вам рассказываю там о каких-то моих, не знаю, там, о моей грусти, о моем ОКР, о моей тревоге. Но на самом деле это такая чепуха по сравнению с людьми, у которых реально, ну, какие-то проблемы. То есть у меня это просто, знаете, баловство такое. Понимаете? Это как это, пиар ради этого хайпа. А есть люди вот реально, которые среди нас живут, и у них, они реально, у них что-то с башкой. Понимаете? И реально мне вот в этот раз, я так подумала, думаю, блин, вот сколько я за последние несколько дней, просто идя вот по улице, в социуме, я этих людей встречала. Значит, ну, мужика с пьяного, который бабу свою сбивал с коляской, говорит, это ладно, это мы можем еще за психотравму с честь, за алкоголь. Мужик, который там, это, в парке, да. Потом, значит, сосед, который уже за десять дней два раза уже, значит, он мясо там жарит. Муж говорит, ёпара с этого. Он не похож на человека, который постоянно жарит мясо. Откуда у него деньги на мясо? Ну, это вообще трэш. То есть мы живем среди этих людей, этих людей еще много, у которых вот, понимаете? И что от них ожидать? Что от них ожидать? Я из дома выхожу, я проверяю все. Я даже сейчас уходила, я все проверила. Думаю, господи, не дай бог, чтобы что-то осталось, я ушла. Ну, и в целом, я говорю, я, как всегда, еще это накладывается. Я всегда, когда уезжаю, у меня тревога все равно так или иначе. Но эта тревога, она, как бы сказать, ее уже из меня не выбьешь, потому что эта тревога, она, ну, вот из детства. То есть как она проявляется? Мне не уснуть перед поездом. То есть я сегодня поспала, дай бог, три часа, и то с наушником, чтобы отвлечься. То есть у меня эта ситуация, она как-то с вечера уже возбудила мне психику. Несмотря на то, что глицинчик приняла, все, все равно мне было никак не успокоиться. У меня тахикардия, я чувствую, что пульс 100. Пульс 100 я уже пошла руки под холодной водой держать. Ну, такая есть фишка, да, чтобы немножко снять напряжение с вегетососудистой системы. Вот и все. Как бы руки под холодную воду, лицо можно тоже помочить. То есть немножко полегче стало. И я только с наушниками, я слушала там какой-то ролик на ютубе длинный, у булки, какой-то там стебный. И вот я вот так всю ночь, три часа я поспала. Это для меня хорошо уже. То, что у меня начинаются проблемы с мочевым пузырем, это еще вдобавок. И так у меня с детства. Почему? Потому что когда я в детстве куда-то ехала, например, в деревню там с бабушкой, все остальные родственники провожали. Ну или, например, в школе на экскурсию, да. И все время у них была тревога. Они все время были тут, они транслировали эту тревогу. То есть нет, чтобы ребенку пожелать там, ну, хорошей поездки, да. Но вот это от бабушек было больше, вот эта тревога, тревога. Ой, как ты там будет? В результате, вот если я ехала на экскурсию на автобусе, я садилась в автобус, я постоянно хотела в туалет. Хотя я не хотела в туалет. Ну нет, может быть, на почве еще как бы стресс вот этот мочевой пузырь издражает, все их знают. Но у меня с этого периода, вот с детства, да, я просто не могу ездить далеко. Вот на автобусах для меня мука, потому что мне постоянно хочется в туалет. Вот. И это все с детства вот так вот устаканилась психика, так, это уже как норма. Мне не расслаблится. А если еще вот так вечер перед поездкой еще что-то такое случится, все, все считай, что все. Вот. В этот раз я взяла около окошка. Тут как-то посвободнее. Ну, в смысле, опереться можно, вот. Опереться можно. Тут куда-то должен сидеть, наверное. Вот. Погода в Питере обещает быть солнечной. Поезд прибывает на станцию Аэропорт. Аэропорт. Когда я приезжаю в Санкт-Петербург, мне так становится на душе хорошо. К тревогу уходит. Угу. Просто как в Пскове мне такого не получается. Я все-таки очень надеюсь, что когда-нибудь я буду здесь жить. Вот многие мне говорят, ой, Оля, такой город большой. Тут все выживают. Вот. Жилье дорого стоит. Это, это, это. Вот. Представь, если ты переедешь сюда, ты вообще тут не увидишь ни города, ничего. Ну, откуда вы знаете? Откуда вы знаете, какая у меня судьба? А вот я верю в то, что я когда-то здесь буду жить. И мне будет здесь так хорошо, как нигде. Так хорошо и спокойно. Вот. Я прям верю в это. Я не то, что верю, я даже знаю. Я это чувствую, что когда-нибудь я буду здесь жить. И мне будет здесь очень хорошо. Вот многим плохо, а мне будет хорошо. Ну что, ребят, мы снова приехали сюда. Да. Снова в Красносельский район. Но сегодня у нас будет другая шоу-программа. Значит, вначале мы идем есть, потому что я еще не ела. Я голодная. Мы идем сюда поесть. А потом мы пойдем в парк. Да. А потом мы пойдем в залезу. Вот. У нас сегодня такая программа, насыщенная. В прошлый раз я как-то так приехала, была уставшая. Что-то как-то не сообразила, куда и что. В этот раз я подготовилась. Да. С прошлого раза я посмотрела много роликов об этом районе. Вот. Кстати, я сейчас ехала на шестидесятом трамвае. Вот. А прошелся на тридцать шестом. Так вот, шестидесятый идет дольше. Но маршрут мне показался интереснее. У меня что-то горло садится. Готус пропадает. Господи, что-то. Это нервное. Да. Это нервное. Вон там очень в парке видно штук. Вот такие, видите, какие. И там вон парки везде, парки везде. А вот место, куда у меня хотела Линда сходить. Ну пойду хоть посмотрю, что это такое. Потому что, ну когда мы с ней тогда, не знаю, приедем. Вот. Ой, смотрите, ребят. Офигеть. Сколько тут всяких лазилок. Класс. Да. Ну конечно, немножко темновато по мне. Но Линде бы моей понравилось, конечно. Да. Так ладно, потом зайдем в детский мир. Оживите город. Смотрите, какая фигня. Деньги платишь. И что-то тут ездить, наверное, начинает. Так, ладно. Мы в детский мир потом сходим. Хочу ей купить водный пистолет. Она хотела водный пистолет. Ну тут третий этаж. Вот это детские в основном. Магазины какие-то. И фудкорт. Вот. Я не знала, что мне поесть. Думаю, что поесть? В бушей идти? Ну а что в бушей я поем? Вот что, кашу взять с кофе? Думаю, хочу ли я кашу? У меня обычно после каши овсянки что-то как-то плохо. Ну, естественно, на молоке, да? Не знаю, что-то после овсянки на молоке. Ну, паршиво жесть. Такая, я думала, куплю я вообще какой-нибудь просяцкий бургер. Вот суть одна и та же. Вот, кстати, вот в этой конторе. Я уже посмотрела у них меню заранее. Я люблю все делать заранее. Вот. 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 И вот здесь поем. Посмотрите, какой видок. Я думаю, посмотрите. Помните, я в прошлый раз хотела здесь поесть? Так, мне сначала надо в туалет сходить. Где туалет? Где туалет? Так, ищем туалет. А вон там, наверное. Смотрите, какой себе штон выбрала. Когда он грязный был, я его отмыла. Смотрите, какой вид. Класс, да? Вот сейчас вот так вот сяду лицом туда и буду сидеть и есть. Хороший вид, правда? Да вообще фантастика. Чтобы купить курс Красивая Осанка, переходи по ссылке в мою группу. Осанка ПСК. А теперь курс Красивая Осанка доступен еще и на Boosty. Переходите по ссылке и покупайте видео. Полный курс Красивая Осанка. 3 часа 39 минут. В общем, хожу гуляю. Зашла в детский мир, думала, куплю водный пистолет. Сказали, разобрали водные пистолеты. Вот. А поэтому я купила Линде вот такие вот маркеры текстово-делителя. Вот. Ну, они типа, знаете, как школьные. Ну, прикольные, правда? Смотрите, какие. Надо даже что-то привезти ребенку. И, конечно же, она будет ждать, что-то скажет. Что ты мне купила? Что ты мне купила? Да? Вот. Так что, если не куплю водный пистолет, то вот маркеры. Что-то слишком что-то тяжелое. Мне тяжело носить будет. Вот. Ну, что, посидим. Сейчас такие тут хорошие диваны. Ну, отдыхать вообще. Сидишь так как нормально. Например, в галерее вообще никуда жопу посадить. Единственное, где либо на фоткорте, либо вот в золотом яблоке можно. Прийти, там эти стойки украсятся. Там можно присесть. Ну, вот. Часов двенадцать, наверное, сейчас. Ну, как всегда в любом торговом центре. До двенадцати, до часу вообще людей мало. Ну, в торговом центре на отшибе. Да нет, и в галерее, конечно, с утра мало народа. Что говорить. Вот. Поэтому я сейчас тут потусуюсь и пойду гулять. Кстати, вчера не только этот сосед меня расстроил, но муж меня немножко подрастроил. В общем, вчера, ну, двенадцатого июня, на МОС биржа произошла такая вещь, что... Я с вами словами объясню, конечно. Ну, мне муж объяснил. Он у меня этими делами очень интересуется. Что США какие-то санкции ввела. И запретила МОС биржи как-то, что ли, в долларах, что ли, расчеты эти все производить. В общем, короче, ну, на бирже-то торгуют валютой. И компанией, и не компанией. И вот, короче, она вообще как бы доллар отменила. И я мужу говорю, а что? Он говорит, а вот теперь, говорит, непонятно, какой курс будет завтра доллара. И прикол в том, что я, ну, у меня все время на телефоне открыт магазин Peter GSM. И я слежу за ценами на айфоны. Потому что где-нибудь годика через пол, ну, где-нибудь там в Новый год или после Нового года, я собираюсь этот телефон продавать и покупать в 16-й. Макс. Ну, потому что меня этот телефон не устроил. Я смогу его очень хорошо продать. Пока он еще, ну, нормальный. И там добавить, как бы сказать, там, может быть, ну, треть или сколько. И до нового телефона. Вот. Вот. И я все время слежу за ценой, как она меняется. То есть, как, ну, 16-й еще не вышел, правда, но я смотрю за 15-м, как она меняется. То есть, она скачет в зависимости от доллара и в зависимости от других, ну, вещей каких-то. И я в этот же день, уже вече, ночью, цена на айфоны все выросла на 10 тысяч. Вот просто резко. Хотя у них обычно, в Питер GSM, у них обычно цена изменяется примерно в 2 часа дня. То есть, когда МОС, тьфу, блядь, все хочу сказать МОС, когда МОС биржа поторговала, ну, она в основном там все торги идут до обеда, поторговала, то есть, как бы курс там какой-то, ну, устаканился, они тогда примерно в 2 часа меняют цены. А тут они ночью, потому, почему они подняли? Ну, потому что все испугались. Я мужу говорю, так а что завтра-то будет? Ну, типа, сегодня. Он говорит, неизвестно. То есть, он говорит, вот, говорит, придет на эту, ну, как бы, там, какая-нибудь крупная компания, ну, или кто там, да, у кого дофига. И вот у него переклинит, он такой, типа, решит, что надо доллары сбывать. И будет сбывать доллары. И тогда, ну, покупать рубли, и тогда, ну, курс, ну, будет нормальный, да, ну, по рублям. Если, например, он решит, что пипец ахтунг, да, надо, ну, как бы сказать, наоборот, покупать доллары, то, наоборот, доллар подскочится в цене. То есть, как бы сказать, курс определяют вот эти, ну, у кого бабки, короче говоря. Вот. И, короче, потом мне, говорит, ночью уже, типа, что-то США отсрочила, типа, короче, на два месяца вот эту фигню. Типа, ну, наверное, дает возможность своим, в кавычках, да, разобраться, что им творить и делать. Вот. И сегодня, вот, он, говорит, упал курс на, сколько он, по-моему, я не помню, сколько он мне сказал, он упал курс, то есть не вырос. Но люди побежали в обменники. Ну, говорят, фотки выкладывают, что в интернете, что. И в Петербурге люди в обменники бегут. Доллары покупают. То ли, не знаю, то ли покупают, то ли продают. Хера знает. Не знаю. Наверное, покупают все-таки. Ну, ладно. Короче, все это, знаете, это все, ну, нервно. Нервно. Потому что, ну, мы с вами все зависим от этих торгов, от этих экономических штук. Наша жизнь зависит. Конечно. Напрямую. Потому что у меня такое, у меня немножко расстроило. Потому что, ну, как сказать, может быть, человек, который этим всем не интересуется, вообще сейчас то, что я рассказываю, вообще по барабану. Но так как меня муж держит в курсе этого все дела, я, конечно, вчера расстроилась так немножко. Из-за этих бирж. Хотя нифига в них не понимаю. Нифига не понимаю. Вот. Ну, расстроилась. Классный ракурс, правда? Супер вообще. В общем, мы тут едем к Приморскому парку через домики элитные. Вот там они повыше, а вот там через дорогу сейчас перейду. И там уже низенькие домики, которые к парку. То есть сразу видно, что, ну, там дорогое жилье. Вот там этот мост Кадырово. Где мы в прошлый раз ходили. Видите, здесь все с заборами. Просто так не пройдешь. Прям все-все с заборами. То есть мне придется вот туда ехать. К трамвайным путям. Чтобы все это объехать. Вот, конечно, это не очень. Как-то, знаете, не знаю. Ну, как-то, ну... Я вот смотрела обзор одного блогера по недвижке. И вот он тоже рассказал, что все за заборами. Это, конечно, все замечательно. Но... Не знаю. Вот он сказал, говорит, как-то забор это не очень. В том плане, что, ну, как-то у нас свободная страна, свободное передвижение. Люди огородились забором. Вот мне приходится объезжать их, чтобы попасть к парку. Конечно, я понимаю, что они, наверное, имеют право, там, заплатив кучу денег за это жилье. Но... Но смотрит это дико. Вот это все... Территория, обнесенная забором, смотрится дико. Потому что, типа, люди такие, типа, мы... Мы вот такие богатенькие. Мы с забором огородились. К нам, типа, нельзя. Ну... Такой, знаете, шлейф такой у этого не очень такой, да? Вот, знаете, сразу чувствуется, что отдает, ну, вот, какими-то иностранными, как это... Как это, архитекторами, дизайнерами, да? Может, это... Это строили, наверное, наши. Но вот эти все, как бы сказать, проекты... Но сразу видно, что они не совсем нашинские, да? Ну, слишком все хорошо. Вот тут слишком красиво. Домики такие маленькие, да? Ну, чисто Европа. Не знаю. Да. Ну, слишком хорошо, правда? Вкусные тут такие. Зелени много. Видите, я почему напялилась? Потому что где-то ты едешь, очень задувает. То есть, то ты где-то идешь, типа, как солнце светит жарко, а потом выходишь куда-то и задувает очень холодно. Очень. Некоторые люди идут вообще голые, короче. Я не знаю, как они... Ну, они привыкшие, наверное. Раз здесь живут, они привыкли к такому сильному ветру. Ветер не теплый. Ну, красиво. И что я хочу сказать? Масштабно. Масштабно, красиво. Вот видите как. Я не могу много снимать, потому что я на самокате еду. Мне неудобно. Вот. Привет, привет. Привет, привет. Привет, седушка. Ну, ладно, поедем дальше. Почти приехала уже. Ну, давайте, фонтаны. Я ради вас ехала. Я могла там раньше в парк заехать. не доеду до фонтана давайте давайте он программа как блин села куртку опять холодно опять холодно то жарко то жарко то холодно в общем я сейчас поеду вот туда вот туда ту сторону где помните я туда ехала по вдоль канала залива если не доеду до этого бульвара там этого в общем ну обычный фонтан старомодный поехали дальше мне мне все нравится знаете что в чем фишка вот каждый раз когда я еду в питер вот накануне думать так не хочется так лень потом чувство вины материнская подкатывает а когда приезжаю понимаю что блин ну как же здорово путешествовать вот одним днем даже еще бы конечно выспаться по накануне вот реально вот и не знаю хоть принимай какое-то снотворное но я все равно рано не могу слечь спать то что я пока все дела не переделал пока еду не наготовлю понимаете вчера там наготовил им на сегодня еду что просто достали ели пока все там не постираю не уберу все равно там часов в 11 только 12 спать как бы принял бы что-нибудь чтобы спокойно перед поездом выспаться знаете а то все равно такая хожу как лун еду бы сюда не одела куртку а то мне бы лопатки протру к дует мышцы ребер продует лишь не смогу завтра ничего сделать вот эти аттракционы для детей аттракционы всякие разные всякие разные аттракционы на линда бы сюда всяко-разно тут не знаю пройти или я вам выйду вообще ну ладно не хочу это мать и пойдемте как-нибудь через сторону там детская площадка хочу на скамеечке где-нибудь посидеть полежать это ужасный кафе еще палатки фу походу здесь аэропорт рядом наверное тут самолеты так и летают вот туда взлетают летят так прикольно смотрите какая тут площадка для подростков как они катаются как они не боятся боже мой офигеть просто как они ездят мне было бы страшно а вот прямо в парке пруд можно лить и на лодках на катамаранах кататься прикольно да но честно скажу гулять тут как-то не особо вот особенно вот по таким тропкам ходить ну не знаю ребята блин я теперь не знаю как мне выехать туда на эту дорогу чтоб я не хочу по этим тропам ходить диким понимаете как мне выехать то тут везде какие-то дикие тропы в которых могут тебя просто короче ребят вот такая такой парк ну чисто вот и чисто парк знаете как это по телевизору когда рассказывал типа кого-то убили в парке и вот тут тоже самое я честно скажу я что-то стремалась идти потому что в какой-то момент вообще народа не было вокруг сейчас хотя бы на тут люди появились я бы конечно сюда гулять не пошла честно даже днем ну как-то его диковато для меня нет не люблю куда так идешь один короче как-то страшно не и ничего не говорю вот так конечно прикольно у нас во пскове нет таких парков чтоб найти так приехал и бродишь как по лесу даже страшно наконец-то ведь я вышла к этому не знаю что это называется канал река канал до канал ну честно скажу тут так конечно можно прикопать наверно кого и так тихонечко ну это дорога ведь какая на самокате тяжело ехать дичь такая а вот эти другой страны эти домики которые забора ведь как им хорошо прям на парк смотрят огородились от всех вот такая дорожка пешеходная наверное велосипедная и вот такой вид эти как красиво а мы вон туда поедем с вами у меня есть у меня это я приехала фитер это как это говорят хайк у у меня хайк поход короче спортивной ну что ребят вот я зашла туда сюда я думаю что надо ему попросить здесь кататься вот и море оброшенного вот и море это я на море так вот в порядке температура витрюга 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 кошмар витрюга кошмар витрюга 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 Веселись, солнышко. Баржа какая-то, наверное, плывет, да? Я тут до скамеечек добралась, немножко прошла вперед скамеечки, вот так можно сидеть и смотреть. Блин, я бы сюда приезжала бы, если жила бы в Питере, периодически приезжала бы подзаряжаться. Да, ребятки, я считаю, что те, кто живут в Санкт-Петербурге, они просто, они недооценивают то, как им повезло. Сколько здесь силы, сколько здесь силы, вот рядом с заливом. Как бы я хотела здесь жить. Не, ну я бы тут, конечно, купаться не стала, но видите, тут все обустроено, вообще все обустроено до этого. Даже он переодевалки. Классно, да? Даже вот эти штуки там, посмотреть вдаль. Как это называется, не знаю. Настолько, ребят, сильный ветер, что даже фонарные столбы качают. Смотри, упадет. Что-то мне надоело ехать на самокате, я, наверное, уже на 2.15 съеду. Далековато, что-то для трамвая, а может на автобус сесть. Буду смотреть, какой здесь ходит. Хочу взять за баллы подарок вот эту конфету. Здесь какая-то папа. 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 Папауэр кофе какой-то. Дорогущие десерты. Да. В общем, мне дали вот такую конфетку. Я потом пойду в шоколадницу, там еще кофе возьму, тоже за баллы. Я сто раз уже об этом рассказывала, наверное, когда в Питер приезжаю, что там предложение есть такое в галерее. Короче, ты ходишь, покупаешь, сканируешь QR-код чеков за все покупки, и тебе купятся баллы. И потом можно получить у кого-то подарок. Ну, у кого-то там, кто предлагает. Вот. В общем, какая-то баба, что-то папа пауэр, что-то баба пауэр, конфеты. Это очень жутко дорогие десерты. Знаете, как правило, они невкусные. Они какие-то, конечно, хорошие. Я ничего не использую по качеству. Но, как правило, такие, которые хорошие по качеству, они невкусные. Короче, сегодня взяла на себе суп в тихом. Не в баомоте, а в тихом. В баомоте 40 минут, сказали, будет готовиться. В этом 10-15. Вот. Суп хочу. Вот люблю здесь супы есть. За дорогое удовольствие зайдет. 570 рублей суп. Представляете? Это роскошь. 570. Ну, а что делать? Едешь в Питер, чтобы поесть настоящего, хорошего ромена. А у нас во Пскове не такой. Вот все равно не такой. Вы знаете, у нас во Пскове заведение типа... Кавказская кухня. Шашлыки-машлыки. Ну, вот в основном такое. А все остальное, понимаете, оно не выдержит. Вот то же самое можно провести аналог с моей красивой осанкой. Я вам еще раз говорю, в маленьком городе провинциальном давать что-то высокоинтеллектуально и высококачественно нет смысла. Потому что покупать некому. Покупать некому. Должно быть просто и дешево. Просто и дешево. Понимаете? Просто, как говорится, народ требует чего? Хлеба до зрелища. Голосует рублен. Вот, вот, весь фокус. А, вот этот раменчик. Симпатичный? Ну да. Ничего такой. Да? Вот, зайчики мои, я зашла в шоколадницу здесь на втором этаже. Чтобы взять капучино на вынос. Тоже за баллы. Я, кстати, Линде купила в детском мире. Этот, как его. Она у меня хотела такой пистолет водный. Прям дорогой купила ей. Такой классный, дорогой. У нас Абской их не продают. Только привезут. Через две недели, короче говоря. Вот. И я решила здесь купить. Потому что за что заказ? Абской вообще маленький выбор всего. Вот. И единственное хорошо, что если, мало ли, он окажется нерабочим, то можно во Пскове вернуть. То есть для меня это было важно. Потому что ты купишь здесь, в Питере, а потом не сможешь вернуть. Если, мало ли, он сломается. Ну нет, он не должен сломаться. Он дорогой. Вот. У нее же день рождения? Через несколько дней. 15-го. 15-го числа у нее день рождения. Вот. Ну мы ей подарок уже дарили. Телефон. Уже купили. Еще два месяца назад. Просто в день рождения пойдем по всяким там этим каруселям, кафе. Короче, по всему, только о чем можно. По всему, чему можно кататься. Друзья мои, мой канал нуждается в вашей поддержке. В первую очередь это ваши лайки, комментарии и подписки. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе, перечислив ваш донат напрямую мне на карту или воспользовавшись сервисом Donation Alerts. Все ссылки в описании видео. А для самых увлеченных зрителей у меня есть уникальное предложение. Стать моим доном в группе ВКонтакте Невротичка Оля. Нажмите поддержать автора и введите любую сумму, удобную для вас. И вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни, психологическим разборам на примере моих ситуаций. Будьте готовы, эти видео слишком откровенны. Люблю, целую. Ваша Невротичка Оля.